Всем привет! Вы смотрите канал Мега Пушки и сегодня мы будем играть в танчики онлайн. Да-да-да, именно в эту игру сегодня будем играть, ну это на тот случай, если вы вдруг случайно забыли. И смотрите, я уже на песочнице, я уже играю на Хорисмоке и уже удачно раздаю криты, уже хватаю флажок. И напоследок, смотрите, какой хороший у меня получается выстрел. И я вот так вот безнаказанно, убив двоих, практически вот так спокойно, целый и живой возвращаюсь. Тут мне угрожает, конечно, вот этот вот фриз, но благодаря вот товарищу по команде, я думаю, что ситуация не очень рискованная. И еду вот так вот лоб в лоб. Как видите, я уже в новом звании. Вот это симпатичная звезда в левом. Ну, уж не звезда, а что это. Ну, в общем, такие симпатичные новые погоны отображают то, что я уже получил новое звание. Я теперь командор, да, всем спасибо за поздравление, которое вы оставили в предыдущем видео. Так вот этому чуваку раздаем крит. И опять же, смотрите, как все удачно складывается, когда угадываются пушки, угадываются краски. Я здесь в изумруде, я здесь против двух громов в данный момент. Ну, и игроки уже вот немножечко сдаются. Кто-то выходит, наверное, все-таки переодеваться. Поняли, что два грома против изумруда. Да еще и без резиста от смоки тяжело потянут эту игру. Итак, всем спасибо еще раз. О, тут удачно сбили прицел рельсе. Ну, вот, хочу еще раз благодарить всех тех, кто оставил свои поздравления в комментариях к предыдущему видео, где я даже попросил угадать, что же я себе собираюсь купить на грядущих скидках. Да, вы все угадали, что я куплю себе огнемет. Также угадали все те, кто написал, что я собираюсь купить себе рикошет. А также все угадали, те, кто написали, что я хочу себе краску Пикассо. Да, краску Пикассо, как ласково ее можно называть, я себе тоже захотел. И благодаря вот тому бонусу, который нам всем раздали в компенсацию за полученные звания, я себе тоже смогу позволить на этих скидках. То есть, все, кто написали, все, кто угадали, всем я поставил лайки, как и обещал. Ну, а сейчас мы возвращаемся к этой игре, где я играю в режиме без припасов на любимой своей карте Песочница. Ну, это очень популярная карта, известная карта. Наверное, благодаря своей вот такой компактности на ней как-то играть не надоедает. Играю я здесь в компании вот с этим другом под ником Диверсант на вас по фризе. Симпатичные краски Зевс с хорошими резистами, которая доступна либо в комплекте, либо только на Генералиссимусе. С этим игроком я знаком очень давно. Это давний заядлый такой танкист, который прокачал уже не один акт до Генералиссимуса, по-моему, не два и даже и не три, так что опыта у него не занимать. Ну, а что мы видим в команде противника? Есть пополнение, замена, то есть у нас там Гром разменялся на Смоку, причем с резистом от меня, от Смоки. Это не очень-то хорошо. Такой вот ребаланс произошел в команде противника. Мало того, что они убрали Гром, то есть мне это как бы не на руку, и они заменили его на Смоку, то есть у меня нет резиста от Смоки. И еще они одели краску от Смоки, то есть вот так вот они немножечко решили сбалансироваться. Ну что же, посмотрим. Смока и Гром в команде это, конечно, такое убийственное сочетание, потому что нет такой краски, которая одновременно бы вас защищала и от той, и от другой пушки. Как видите, в данный момент и Смока, и Гром, то есть вот такая комбинация Смока плюс Гром, существует и в нашей команде, и в команде противника. Вот таким образом мы как-то сбалансировались, но у нас есть два фреза. Фриз на песочнице, как известно, очень даже тащит. Он и раньше тащил, он и сейчас тащит. Мне кажется, сейчас за счет прибавленной скорости к легким корпусам на получай крита. Да, крит это, конечно, очень веселая штука, особенно когда она выпадает именно вам. И очень невеселая штука, когда она вам не выпадает, а вы на нее надеетесь, или когда она выпадает противнику. Ставьте палец вверх, если вас тоже бесит, когда вас критует с одного выстрела, как сейчас вот произошло с тем рельсоводом. Наверное, он врыгался, и, наверное, он это сделал не первый и не последний раз. Ну что же, мы играем здесь на Хори Смоки. Хори Смоки уже обновился, как вы видите, все уже с последнего раза поменялось. Уже и модификация М3, уже и краска топовая, и пушка, и корпус. В общем, сейчас у нас все очень поменялось. Но стало ли это лучше, стало ли это хуже по сравнению с тем, как я играл раньше на этом сочетании? Сейчас мы все, конечно же, узнаем. Но сразу на вскидку я хочу сказать по поводу того, что вот кто-то там спешит прокачиваться. Я вспоминаю те времена, когда я играл на модификации М2. Играл в такой симпатичной, неприметной краске. Металлик серенькая такая красочка с легким резистом, там, по-моему, 12% от грома. И, конечно же, я, как и все, наверное, вы сейчас, кто еще вдруг не докачался, мечтал играть поскорее уже на М3 модификации. Там, купить краску и все такое. Но играть уже, можно сказать, на последнем уровне. Ну, да, конечно, танчики вот эти в третьей модификации, они покрепче, они повеселее, они побыстрее ездят. Но есть и свои минусы с топовыми красками. То есть, когда играешь, так, надо здесь спасать флаг, но как-то не получается. Там, вроде бы, ах ты, убили нашего фризавода. Сейчас эта рельса по левому флангу таскивает флаг. И чем тут заняться? Да, крита выдать не могу, но хорошо, что мы, вроде как, стащили вражеский флаг. Так что есть тут какая-то надежда. Счет 1-1. Бой идет уже очень интенсивно, не так легко, как раньше. Здесь мы будем мешать этому, этому громоводу вернуть наш флаг. Так вот, вернемся к разговору о красках. Чем мне доставил вражеский флаг? Ну, отлично. Уже 2-1. В нашу пользу можно чуть-чуть расслабиться. Хотя, сильно расслабляться не придется, потому что враг настроен агрессивно. Видите? Никак мне не дает утащить этот флаг. Вот этот рельсовод, да? Так, аптечка. Давайте ее возьмем, потому что следующий рельс, иначе он нас укокошит. А так мы еще сможем что-то тут пережить. И даже, может быть, выжить. Вот так вот. Итак, играем дальше. По поводу топовых красок. Мне на высоких званиях не нравится немножко тот момент, что часто приходится переодеваться в краска, сочетание. То есть, вот если раньше вы играли на М2 модификации, к примеру, у вас было что-то одно. То есть, вы одевали одну или две краски, одна или два сочетания, и не особенно заморачивались с этим. То на высоких званиях уже приходится постоянно в процессе игры подгадывать краску, подгадывать пушку, смотреть, во что одет враг. И в зависимости от этого, ну, как бы на ходу менять свое сочетание. То есть, обнуляться, выходить из игры. И ладно бы это просто, то есть, ты прикинул, да, вышел, переоделся. Но есть проблема, что ты можешь не попасть обратно в игру. Нужно как-то пытаться гарантировать себе это место, чтобы оно оставалось за тобой. То есть, просить, значит, своих товарищей по команде, там, выгнать кого-то, если вдруг он зашел вместо вас, пока вы были в гараже. Вот это немножко раздражает, ну и, конечно, то, что вы там обнуляетесь, теряете все свои очки. Мне кажется, что это один из тех минусов, которые есть сейчас в игре. То есть, это, когда вы выходите. Так, здесь мы разводим рельсу, здесь мы убиваем фриза. Но тут уже рикошет нас начинает одолевать. Будем, конечно, его дамажить до последнего, в надежде, что кто-то другой подхватит мою инициативу. Но тут мы оба сейчас полудохлые. И, опять же, вновь возродившийся фриз нам, конечно, не даст, не оставит ни одного шансика вытащить этот флаг. Вот такой вот у нас сейчас бодренький Хори Смоки. Играть на этом сочетании очень-очень весело и интересно. Если вы сомнимаетесь, то ни в коем случае никогда не сомнимайтесь, что Хори Смоки это какое-то там неинтересное сочетание. Это очень интересное сочетание. Оно очень динамичное, в особенности теперь с новыми скоростями. Это вообще убийственная сила. Ну, конечно, вы будете жаловаться, что вот, мол, там многие напокупали краски. Там кто Саванну, кто Хвою. И да, они так защищаются от Смоки. Ну, на этот случай я могу сказать, если вдруг все одели Саванну, переоденьтесь в Грома. Но если вдруг все одели Изумруд, переоденьтесь в Смоку. И все, и будет вам счастье. То есть две вот таких пушки иметь в гараже, это очень выгодно. От которых нет одновременного резиста в одной краске. Это Смока и это Грома. Вот смотрите, как весело. Я подъехал и с одного выстрела добил там какого-то игрока. Очень удачно выпавший Крит. Также вот в защите, если выпадают Криты, это, понятное дело, тоже очень весело и интересно. Ну и Харек с текущей его вот скоростью, он тоже стал очень веселый такой. То есть, конечно, можно считать, что Смока это вроде как дальнобойная пушка. Но вот сблизи она тоже достаточно интересна, потому что вы можете как-то увиливать, укручиваться от игроков. Вот даже Фриз, смотрите, был в краске Диджитал, который, как известно, защищает от рельсы и Смоки. Ну вот критический выстрел его остановил вовремя. Так, тут, смотрите, вот этот вот рикошетик, он утаскивает наш флаг. Ну тут какой-то интересный размен такой сложный происходит. Ну, вроде бы все складывается в нашу пользу. И мы даже доставляем вражеский флаг, и теперь уже 5-2 в нашу пользу. Вот такая игра на песочнице с Хори Смоки. Очень-очень интересно играть, так что никогда не сомневайтесь. В общем, Смока, Хори Смока. Мы еще сыграем обязательно на ВАЗ по Смоке. Это должно быть еще более веселое сочетание. Вот этот ребаланс, он, слава богу, как-то вернул силу маленьким легким танкам. А то вот уже некоторые были сомнения по поводу того вообще, надо ли прокачивать ВАЗ. Учитывая, что его такая старая физика была ужасная, он всегда падал, переворачивался, колбасился и очень сильно... Так-так-так-так-так, тут из-за угла по мне уже идет атака, тут же рельса. Да, она меня убивает в последний момент, но буквально через маленькую долю секунды после того, как я поставил флаг. Я, конечно, пытался сбить ей там прицел, но он очень был уже настойчиво и агрессивно настроен. Ну, вот я сказал, что вроде как Хори Фриз и вообще Фриза на песочнице тащат, ну, с одной стороны, да, и поэтому, смотрите, многие игроки одевают такую краску Инферно. Вот я считаю это ошибкой, причем большой ошибкой, нет смысла от этой краски Инферно. Даже когда я играю Фризом против Фриза, допустим, а мы обязательно это еще сделаем, я, наверное, поиграю здесь еще одну игру, потому что обычно эти игры динамичные. И, блин, меня тут не вовремя, не вовремя меня убивают, я тут хотел либо стащить флаг, либо убить вот флагоносца, потому что, смотрите, наш флаг только что стырили и бессовестно вот так вот доставили. Ну что же, оп, очередной крит, видите, как весело срабатывает, когда крит работает. Так, оставим аптечку себе на потом. Чувак, оставь мне флаг, смотри, я же с этим щитком. Ах ты, блин, вот этот Фриз, как всегда, не вовремя. О, вроде как не сильно даже он меня подморозил. Это все быстро, видите, как динамичная игра со смокой, она вот чем хороша. Так, ну-ка, рельсы будешь стрелять? Наверняка будешь, только ты меня не убьешь, потому что ты уже надамаженный и тебе там совсем немножечко остается. Ну что же, доставляем еще один флаг, уже 7-3 в нашу пользу. Ну, осталось немного, немало, еще целых 6 флагов. Надеюсь, что флаги закончатся раньше, чем время. Так оно будет веселее. Надеюсь, что игроки не разбегутся, дадут себе, значит, какой-то надежды и будут с нами бороться. Но я смотрю, опять же, произошла какая-то замена. Тут, видите, вот я был в Изумруде, да, я играл против двух громов. Вот не прошло и половины игры, как от этих двух громов в игре не осталось и следа. То есть, теперь там я вижу уже две рельсы, как минимум, фриз вот тот самый в краске диджитал, да, то есть и рикошет. То есть, сюда бы уже больше пошла, наверное, краска там продиджей и уже как бы вот есть такой соблазн. Хотя мы, конечно, пока что ведем, я не думаю, что я сейчас буду идти в гараж переодеваться. Будем пока что тащить такими силами, какими они у нас есть в данной ситуации. Ну, вот видите, там вот рельса, да, она пережила фриза. Конечно, может быть, в такой ситуации эта краска и помогает, то есть успеть разморозиться. Ай-яй-яй-яй, по мне бьет рельса. Так, уворачиваемся кое-как. Смотрите, как много игроков одело эти краски. И хотел договорить мысль по поводу краски Инферно и по поводу того, насколько она полезна или бесполезна. Я считаю ее в данном случае в игре абсолютно бесполезной. Хотя, смотрите, вот игроки одели целых три краски от фриза. Как они их боятся, этих фризов. Это говорит всего лишь о том, что фриз действительно очень-очень сильно себя чувствует в песочнице. После этого, говорят, до ребаланса, переребаланса или как его назвать. Ну, давайте назовем тот ребаланс, который был в 2012 году. Будем называть ребаланса, который был вот сейчас недавно, в 2013 году, переребаланс, так сказать. А до баланса это будет то, что происходить у нас постоянно и регулярно. Ну, тут уже, я вижу, будет точный возврат. Появляется опять же рельса. Ну, прицел ей попытался я сбить. Вроде бы стрельнул в уголок. Но что-то он как-то не сильно-то и сбился. Ну, вот видите, враги оделись в эту краску Инферно. Ну, и что толку защищаться от фриза? Ну, может быть, рельсы, да. Может быть, если ты тащишь флаг на рельсе, тебя цепанул фриз. Есть надежда, что все-таки его добьешь, уничтожишь этого фриза. Но, с другой стороны, если ты уже попался под фриз, то, наверное, лучше уже как бы умереть побыстрее. Потому что все равно тебя добьет кто-то другой, если ты стоишь вот замороженный после фриза. Лучше уже как-то издалека уничтожить, ликвидировать всех фризов, которые мешаются. И чтобы уже как бы более безнаказанно захватить флаг. Нежели переживать, оставаться полудохлым, полуживым после схватки с фризом. И как-то пытаться вытащить на остатках здоровья. При том, что, находясь на вражеской базе, навряд ли вам позволят это сделать так. Слева заходит фриз, нужно быть как-то внимательным, нужно подумать, куда он будет ехать. Но он пытается, конечно же, возвратиться. Он пытается ехать по обратной траектории, потому что... Так, тут еще у нас рельса есть. Рельса меня уже, конечно, шлепает. У меня не получается, я на перезарядке. Но, вроде как, мы возвращаем флаг. Тем временем мы пытаемся утащить вражеский флаг. Но у нас это не очень получается, потому что натыкаемся на серьезное сопротивление. Рельсы против фриза, да, годятся. Видите, как они действительно снарядились все против фриза. Ну и частично, конечно, им эта тактика помогает переживать фриза. Но вот в краткосрочной перспективе, то есть, да, в схватке такой, в микродуэли, один на один, с фризом, конечно, с инферно выжить легче. Но вот, если учитывать уже интерес командный... Так, блин, как это так? Я тут перевернулся. Слишком был сосредоточен на выстреле по тому рельсоводу, что как-то забыл вовремя нажать управление, чтобы не свалиться. Ну, ничего, немножечко полежим, отдохнем. Будет полезно. Соберемся силами, так сказать. Но я смотрю, тут же враги орудует во всю силу на нашей базе, пока я там прохлаждался, перевернутый, значит. Так, здесь немножечко меня заморозили. Ну, все равно, вот, будем продолжать отстреливаться. Харькосмока, вот такое веселое сочетание на карте Песочница в рандомном режиме. Так, что-то тут не то. Да, уже наш флаг тащат и ставят. И счет уже 9-4. Вот на такое сопротивление мы натыкаемся в команде противника. Два рельсовода не дают нам расслабиться. Рельсы против фризов. Вот это, наверное, ну, в том числе и Гром и Смок. Ну, в общем, любая дальнобойная пушка против фриза очень-очень эффективна. Так, что у нас тут? Пытаемся сейчас остановить вот этого рельсовода. Отлично. Вроде как флаг утаскиваем, но там и вражеский хоре. Фриз нападает на нашего флагоносца. Он уже при смерти, совсем мало ему осталось. Ну, заберем у него флажок. Тем более, что я пока что на двойном уроне. Оп, как удачно здесь еще падает вот этот вот беленький. И ящик с красным плюсиком. Если меня кто-то надамажит, я всегда успею откушаться. Так, меня окружает. Что-то нужно делать. Нужно сматываться. В первую очередь, наверное, надо сматываться от фриза. Едем туда, где могут быть товарищи, чтобы они подхватили флаг. Так, фриз куда-то поехал по другим делам. Видимо, нашел другую цель. Нашел. Ох ты, смотрите, здесь вражеский этот флагоносец. Отлично. Как далеко его занесло. Зря он так далеко отъехал. Нельзя, наверное, так далеко. С флагом-то. С чужим. Ездить. Нужно ближе к базе находиться. Так, рельса. Промах. Да, вот так из смоки стрелять не надо. Тут какая-то излишняя произошла раскачка. Имейте в виду, сейчас танчики как-то стали, по-моему, чуть сильнее раскачиваться. Но, во всяком случае, воздействие пушки на танк стало больше. То есть, сбить прицел стало легче, более гарантированно. Вот так, смотрите, со смока легко получилось раскидать этих врагов, которые чуть было не стащили наш флаг. Все благодаря этому магическому критическому урону. Так, перевернутый был враг. Зачем же его убили? Ну, видимо, он попался тут заодно, так сказать, за компанию. Ну, будем помогать диверсанту делать свою диверсию в тылу врага. Значит, захватить флаг. Так, 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 так. Здесь эти рельсы, рельсы, рельсы. Тащит, тащит флаг. Надо не настрелять. Он может меня не видеть. Так, отлично. Я уничтожу вражеского флагоносца. Это возврат флага. И, наверное, наверное, будет доставка. Или что там? Почему мы медлим с доставкой? Ну, наверное, потому что тут что-то такое опять. Неожиданное происходит, наверное. Ну, нет. Все. Пока что идет по плану. Счет 12-4. И остался всего лишь один заключительный флаг в этой игре. Ну, враг у нас разбежался. Очередной раз. Вот такая, значит, у нас была игра на песочнице. Наверное, на этом мы и закончим. Но сыграем мы с вами еще разок. Так что оставайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, возвращайтесь. Вскоре будет новая серия.